Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование первого соборного послания святаго апостола Петра на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. Итак, пишет апостол Петр, «Отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенца, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, «Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень преткновения и камень соблазна». Так начинает вторую главу обращения к людям, находящимся, как мы с вами и почитали, в разных частях света, в Рассейне, в Понте, в Галле, в Каппадоке, Аси, в Вифине, к которым обращается апостол Петр и говорит, с чего необходимо начать восхождение в Царствие Христово. И более того, здесь говорит, о том, как начать строительство Дома Духовного внутри себя. Помним, как и сказано в Писании, что «Вы — храм Святаго Духа». Поэтому апостол Петр приходит именно на эту тему, на главную тему строительства. Строительство храма не просто каменного, не просто из древа и другого строительного материала, а камня добродетелей. Но с чего начинается? И кто является фундаментом? Начинается с того, чтобы отложить. Смотрите, не говорит «извергните, уничтожьте, а отложите». Этим самым он как бы смягчает, смягчает такой, скажем, аскетический азарт, то есть ревность не по разуму, когда люди сразу бросаются из одной крайности в другую, налагают на себя непомерные подвиги. Поэтому не говорит «преодолевайте» или «изрыгните из себя», а «отложите». Мы понимаем, что это разница серьезная. Взять, отложить что-то в сторону. Поэтому говорит «отложите» всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие. И далее говорит «видите, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко». В другом месте апостол Павел об этом скажет, что для совершенных нужна твердая пища, а для начинающих упражняться в добрых делах необходимо чистое словесное молоко. Что это означает? Как для грудных младенцев нельзя им сразу дать сухарь. Родит сейчас младенец, вы ему сухарь. Ну и что из этого получится? Он может, не дай бог, случиться и несчастье. То есть пища для него неудобная и неудобо варимая, и проглотить он ее не сможет. Так и здесь. Необходимо возлюбить чистое словесное молоко. Необходимо постоянно, но постепенно возрастать во спасении. Так и пишут во втором стихе. «Дабы от него возрасти нам во спасение», то есть от чистого словесного молока. Помните, я говорил, «Слово Божие освящает человека». А спаситель нас призывает в Евангелии Атана 5.39. «Исследуйте Писание, вы через них думаете иметь жизнь вечную, а не свидетельствуют о мне». И далее говорит, кто является основанием всех добродетелей, «Приступая к нему, камню, живому камню, ко Христу, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, говорит, и устрояйте себя. Духовный дом, дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Ибо сказано». И вот очень важный шестой стих. Этот стих приводится из пророка Исаия. «Вот, я полагаю, сегодня камень краеугольный, верующий в него, там дальше пророк Исаия скажет, верующий в него не постыдится». Мы видим, о каком вот все эти рассуждения, о том, что когда апостол Петр в Евангелии от Матфея, 16 глава, 17 стих, признал Христа, «ты сын Бога живого», а Христос сказал Петру, «на семь камней я создам церковь, мою врата не одолеют ее». Вот эти вот все споры о том, кто такой камень, это Петр, они вот здесь, в этом рассуждении самого апостола Петра сразу отпадают. Апостол Петр не указывает на себя, как на камень. Он указывает, что камнем этим является Иисус Христос, на котором вся церковь устрояется, стройно по его благодати, по его наущению Духом Святым. Поэтому, пожалуйста, разве апостол Петр здесь говорит о себе, «я камень, я вот наместник здесь на земле». Нет. Он указывает на кого? На Христа. И говорит, более того, есть и пророчество за 700 лет, которое произнесло пророком Исаия в 28 главе, может, можно проверить. Так он там и говорит, да, пророк Исаия. Он, отверженный строителем, сделался главой угла. И далее говорит, верующий в него не постыдится, пророк Исаия. В кого? В апостолу Петра? Нет, конечно же, в Христа. И сама апостол утверждает эту мысль. Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отверглся строителей, но который сделался главой угла. Камень притыкания и соблазна. Почему так? Для неверующих. Как в другом месте апостол Павел скажет, для нас Слово Божие – это как благоухание и благодать Божия, а для внешних – это как запах смертоносный, потому что он напоминает, о вечной погибели им. И апостол Иоанн Богослов скажет, что они не идут в чудный свет Христов. Почему? Потому что боятся, чтобы не обличились их дела. Что это означает? Они не хотят отказаться от прежнего образа жизни. Они хотят совместить и прежний образ жизни – пить, гулять, веселиться. И еще и в Царстве Божьем как-то там проскочить. Надо сказать, не получится. Нельзя сесть на двух стульях. Нельзя служить Богу и мамоне. Невозможно вливать молодого вина в мехи ветхие. Поэтому Господь по милосердию Своему не то, что по какой-то своей, по какой-то своей такой вот, ну скажем, злобе, что ли, нет в Боге зла, и нет в нем тьмы. Он есть свет. И по каким-то упрекам или каким-то капризам не хочет пустить человека в Царствие Божие. С пороками. Это просто невозможно. Потому что пороки, они уничтожают самого человека. Они делают человека тленным. И душу его мучат. А разве сам человек, который живет порочной жизнью, не знает, что такое муки совести и муки, когда человек не может уснуть? Посмотрите, все эти неверующие бизнесмены и прочие там, властители мира сего, говорят, у них там дома целая аптека всяких успокаивающих средств. Конечно. Почему так? Надеются только на эту жизнь и на это богатство. Поэтому боятся, чтобы оно не было отнято. Иначе вся их надежда рухнет, и жизнь их придет в упустошение и уныние. Поэтому Господь призывает не надеяться на это тленное, а призывает к тому, чтобы Христос был строить именно на Христе свою жизнь, а не заниматься только строительством своих вилл в Калифорнии или в Рио-де-Жанейро, или где их лепят. Ну, есть это, но хорошо, но не это смысл жизни. Не в этом цель человеческой жизни. Снова, как и говорил ранее, не принесет это никогда. Счастье, о котором думает и мечтает человек, что якобы оно может принести здесь, на Земле. Минутное, да, какой-то восторг, ха-ха, радость, шампанское хлопушке. И все. Да, и шарики улетели. Поэтому так. Но вы, говорит, род избранный обращается к верующим. Царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы, говорит, царственное священство. Некоторые, которые рассматривают эти слова, заблуждаются и думают о том, что якобы здесь говорится о всеобщем священстве. Это не так. Это далеко не так, потому как и в Ветхом Завете, как мы с вами помним, было учреждено священство, так и в Новом Завете. Господь избрал себе апостолов. И сказано в Священном Писании у апостола Павла в послании к Коринфянам. Одних поставил апостолами, других можно проверить. Да, даже, чтобы... Пожалуйста, давайте. Первое, Коринфянам, тем более у нас Священное Писание под руками. Вот, пожалуйста, 12 глава. 28 стих. Иных Бог поставил в церкви апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, другим дал дары в освобожении, другим исцеление. Все ли апостолы, все ли учители? Нет. То есть, везде есть четкая иерархия. Далее в апостол Павла в послании Тимофея говорится одних пресвитерами, других епископами. Поэтому, о чем здесь идет речь, к чему призывает здесь апостол Петр, об этом хорошо сказано у святителя Климента Александрийского, вот что он пишет, цитата. «Так как мы поистине народ, избранный Богом, это более чем ясно. Царским же назвал, так как мы признаны в царство и приверженцы Христа, священством же, из-за приношения, которое делается речами и учениями, привлекающими души, которые приносятся Богу». И вот еще. «Мы же, верующие во Христа, тоже получили то, что и Он, поскольку Он от царского рода Давида и стал первосвященником, подобным Милхиседеку, то и мы той же благодатью обогатились. Имея ее, мы стали народом святым, народом сохраняемым, то есть отделенным от мира». Вот что значит быть царственным священством и народом святым. Отделенным от мира. Святой по отношению как безгрешный относится только ко Христу. «Ибо Он», как мы читаем с вами на водосвятии, на молебне, «Ибо Он был подобен нам во всем, кроме греха». Искушаем бы, искушим бы их, может, и искушаем помощи. И был подобен нам во всем, читаем, кроме греха. Поэтому к человеку, когда говорится свят, это значит отделенный от этого мира, то есть человек, не сообразующийся с этим миром, а стремящийся жить по заповеди Божьей. Поэтому так и сказано, то есть отделенным от мира, поскольку мы достигли его покоя. И вот еще Бедодостопочтенный, например, пишет. Это свидетельство поощрения. Некогда данное древнему народу Божьему через Моисея апостол Петр ныне справедливо дает язычникам, поскольку они, очевидно, уверовали во Христа, словно краеугольный камень, объединивший их в том спасении, которое в нем обрел Израиль, и называет их родом избранным за их веру, чтобы отличить их от тех, кто камень живой отвергая, сами сделались неугодными. Царственным же священством называет, поскольку они соединены в теле того, кто, то есть во Христе, есть Всевышний Царь и истинный первосвященник. Царство же своим дарующий как царь и как первосвященник, смывая их при грешении жертвую своей кровью. Ну, вот еще я, пожалуй, придусь, пожалуйста, не могу не прочитать это, у меня много здесь цитат, толкования на этот текст, вот Макария преподобного не могу пропустить никак. Вот что он пишет, познай, цитата, познай же свое благородство, а именно, что призван ты в царское достоинство. Какие удивительные слова. Обращается к нам, познай свое благородство, что ты призван в царское достоинство, что ты род избранный, святое священство, тайна христианства необычная для мира сего, ибо в небесной церкви они, христиане, соцарствуют с небесным царем, ибо он перворожден из мертвых, и он, и они первородны. Итак, взирая на достоинство ваше, взирайте на достоинство ваше. И далее, смотрите, как продолжает, Гавриил и Михаил описуемые духи, и служат они святым. Гавриил и Михаил описуемые духи, и служат они святым. Христиане же избранные и благоискусные перед Богом. Однако, сами себя признают они неблагоискусными, и для них, естественно, первым делом почитать себя ничем. Конец цитаты. То есть, именно такое смирение способно давать человеку вход в Царствие Христово. Но как начинается столкование этих текстов преподобный Макарий всегда удивляет, ну что там удивляться, люди жили такой жизнью, поэтому они это все заповеди Божии исполняли своей жизнью. Так и пишет, познай же свое благородство, а именно, что ты признан в царское достоинство. Всего несколько слов, и как это ярко выражено, чтобы так отрезвить ум человеческий, он как бы говорит, ты христианин, а значит Христов. Итак, далее мы видим с вами, возлюбленный пишет, прошу, как пришельцев и странников удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, то есть, чего он начал отложить, теперь говорит, удаляться от этих похотей, и провождать добродетельную жизнь. снова начинает говорить об этой теме, теперь сказал о том, что важность строить своей добродетели и добрую жизнь именно на Христе и на его заповедях, как на камне краеугольном, то говорил, отложите всякую злобу, лицемеренную чистоту, как мы почитали, коварство, зависть, а теперь говорит, возлюбленный, прошу вас, как прижелец и странников, удаляться от похотей и пропровождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за что злослоят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. То есть здесь апостол Петр призывает проповедовать и своей жизнью, как в другом месте будет сказано апостолу Павлу, вы письмо Христово, то есть по нашей жизни люди читают о Христе, как бы мы как открытые Евангелия, поэтому, как пишет апостол Павел говорит, если соблазняет что-то брата моего, он там пишет, помните, о посте, если соблазняет брата моего, что я ем там мясо и должертвенное, то не буду есть мясо вовек. Здесь можно сделать интерпретацию, если что-то соблазняет человека, лучше от этого отказаться. Горе тому говорит, кто это делает на соблазн. А Христос предупреждает, кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему и не родиться. Поэтому, вот это все очень важно помнить как нам необходимо пропитаться, вот именно пропитать свой ум, свой настрой, свои чувства, весь внутренний мир текстами божественного откровения отцами церкви и подкреплять это таинствами. Вот это все условия, которые помогут нам и в этом мире, к чему призывает апостол Петр уйти от соблазнов и отложить все эти похоти и начинать строительство Дома Божия внутри себя, главное строительство. И поможет нам войти в царствие его. Итак, будьте покорны, пишет, всякому человечеству, начальству, для Господа, царюли, как верховной власти правителям, как от него посылаем для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Вот удивительный стих. Чтобы вы, говорите, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым, но и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Видите, здесь апостол Петр поднимает сразу несколько тем. Он говорит о том, что необходимо подчиняться и властям. И говорит о том, что всякая власть дана от Бога. То есть другими словами он говорит, какую власть мы заслужили, такая нам и дана. И здесь можно вспомнить кротости смирения Иосифа Прекрасного, который мы читали в Священном Писании в книге Бытие. Помните? И в рабство брошен, и в рабство продан, в яму брошен, братьями, в общем-то, оскорблен. И у одного служит, у другого служит, у всех в подчинении. И действительно, Иосиф Прекрасным можно сказать, что он, делая добро, заграждал уста невежеству этого мира. И той самой жене, которая обвинила его в том, что он якобы покушался на ее и хотел там обесчестить и прочее, и прочее. Но своей добродетелю, где бы он ни находился, в тюрьме, на службе у фараона или еще где-то, но своей добродетелью он действительно заграждал уста невежества безумных людей. Итак, здесь апостол Петр также говорит о, как мы видим, о внешней важности, о влажности благочестия. Всех почитайте, говорит, братство любите. Блаженный Августин пишет по этому поводу, как бы так возражая, говорит, а что это мы будем подчиняться властям? Это неизвестно, чем эти власти нас научат. Он такую реплику бросает. Но что нам император? И сам отвечает. И однако апостол хотел, чтобы царям служили, хотел, чтобы царей почитали. Так же и сказал сам Господь наш Иисус Христос, отдайте кесарево кесареву, а Богу Божьи. Итак, преподобный Макарий тоже об этом пишет в подражании Христу на дальнейшее столкование. «Ибо что за похвала, говорит, если вы терпите, когда вас бьют? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Самый Спаситель нам говорил, помните, как меня, говорит, гнали, так и вас будут гнать, как меня злословили, так и вас будут злословить. А чего мы ищем от этого мира? Что мы хотим от мира внешнего? Каких-то почест или похвалы? Если это произойдет, то это будет горе. Как у ангелиста Луки сказано, горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. Так говорили и о лжепророках, которые льстили слуху этих людей, этому безумному миру. Это горе, когда все будут нам хлопать в ладоши, говорить, вот какие эти удивительные христиане, все нас вознесут, значит, мы что-то делаем не то. Так, говорит, горе вам, что если все о вас будут говорить хорошо. Приводный преподобный Маккарий пишет следующее. «Все он, Христос, перенес ради нашего спасения, оставив нам пример жизни, чтобы тем же путем искушений и скорбей к смерти, которым он прошел, шли и истинно верующие в него, и желающие стать сонаследниками». Конец цитаты. Итак, будучи злословен, да, здесь напоминает апостол Петр, о чем уже и было сказано, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Это вот важный заповедь. Если тебя ударят, сказано, если тебя лично обидят, личные обиды свои необходимо простить и взаимно не злословить, а все передать судьи Божьи. Многие люди спрашивают, а как же делать? Вот если на тебя напал человек, начинает злословить и говорить там, или даже, может, брат или внешний какой, или брат во Христе, или сестра, нужно промолчать. Я вот был свидетелем, когда один какой-то человек что-то подбежал, там была какая-то, ну, это внутренняя церковная такая жизнь, с чем-то он был недоволен, подбежал к священнику, начал показывать сторону этого брата, который там стоял, а брат стоял, так опустил глаза и просто стоял. А он был в гневе, ну, может, там действительно что-то он сделал не очень хорошее. Да, а священник так слушал, 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 и потом тоже опустил голову и потихонечку пошел в алтарь. И вот это... А тот человек, который кричал, он так немножко шалел и думал, что на того смотрит тот с опущенной головой, на этого смотрит тот с опущенной головой. Туда еще, еще раз туда-сюда посмотрел, перед ним икона. Он какое-то время остановился, перекрестился, подошел, какого-нибудь поцеловал, развернулся и пошел из храма. Тоже спокойный. То есть спокойствие порождает спокойствие. Помните того же преподобного Макария Великого. Злое слово и доброго человека делает злым, а доброе слово и злое человека может соделать добрым. Так и говорит, будучи злослоем, не злослоем, будучи страдая, не угрожал. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Здесь он опять, апостол Петр, напоминает слова пророка Исаии. Исаии, ранами его мы исцелились. Это 53 глава. «Ибо вы были, пишут, как овцы блуждающие». Тоже это недословно, но здесь весь, как апостол, как об этом пророк Исаия писал, можно даже обратиться сейчас к этой главе. Это недолго. Чтобы видеть, что апостол Петр напоминает именно то, что сказано у пророка Исаии. Вот, пожалуйста, 53 глава. «Все мы блуждали, как овцы». 56 стих. «Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца, виден был он на заклане. И как агнец трягущим, безгласен». И так далее. Ну, можете вот сами прочитать. То есть апостол Петр, мы видим, что именно из пророка Исаии цитирует эти слова. «Ибо он был, ибо все мы блуждали, как овцы». Как говорит там пророк Исаия. «Каждый совратились на свою дорогу». Да. А здесь апостол Петр немножко по-другому. Но чувствует, что это его цитата пророка Исаия. «Ибо все мы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Это очень важные такие слова, что действительно, кем мы были раньше. Вот давайте так вспомним. Ну, если кто не родился в христианской семье, там, верующим сразу. Ну, кем мы были раньше? Ну, так себе, да. «Не то, не сё», как говорят. Вот. А теперь, куда Господь нас призвал и дал нам различные и послушания, и какое-то дело в церкви. И все мы служим Богу, и все надеемся на Него и на вечное спасение. Он призвал нас. Как сказано, некогда не народ вы были, а теперь народ, призванный в чудный свет Христов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok